Привет, ютубовцы! Сегодня будем заниматься обработкой деревьев. Это ядно не у меня. Чуть-чуть только пошли почки распускаться. Надо было пораньше, но и сегодня еще можно. То есть вот до распускания почек обязательно надо дело обработать это. Для этого я приобрел вот такую бортовскую жидкость. Смесь. Значит здесь медный купорос элементарно. У кого-то кого нет, это медный купорос. С добавлением здесь есть два пакета. Один вот такой, здесь второй, там он с медным купоросом. Два пакета вместе составляем. Ну я залив вот сюда вот уже. Засыпала-то хозяйство. Она у меня в тепле немножко постояла. Еще там он плавает, там лук. Это шкурки с лука. Вот отстоялось. Перед тем, как употреблять, кажется, надо его взбалтать. Затем это дело надо процедить. Беру вторую емкость. Беру вот такую вот материю, какую-нибудь тряпочку ненужную. Вот сюда вот я. Опа. Вот это уже по-русски, кажется. Бус-пан-дол. Вот и смесь у нас готова. Теперь мы можем разбрезать. Значит, поначалу я применял вот этот насос чудо-техники, кажется. Вот такой специальный. Раз набрал, потом туда есть. А потом подумал-подумал, что я тут постоянно мочу и снять. Вот такой компрессор. То есть компрессором вполне можно обрабатывать при наличии данного-то кольца. Вот и распыляю ее вот таким вот неубиваемым пистолетом. Оно меня и красит, и все делает кольца. 77-го года выпуска. МАДА-Н-ЮССР. На нем вот такая беда, которая не подходит к шлангу. Конечно, вот я взял, вот такой вот новая система, вот эта, ну не новая уже, старая. Вот прикрутил, то есть здесь резьба, все аккуратно подходит. Вот такое вот. Покраски я принимаю, применяю дюзу вот эту. Ну это пацаны сейчас научились, дюза, дюза, это по-английски. По-нашему это форсунка. Значит, для покраски я принимаю 1,4-1,5 форсунку. Для вот этих вот дел, для огородных. Значит, я принимаю самую максимальную, которую у меня есть. Это здесь двойка. И вот эту штуку здесь вот раз. Видите, зазор какой получается. То есть она хорошо разбрызывает. И закрутили. Есть. Вот порода, соответственно, имеет новое достижение соединения. Хороший кинцовый разъемчик. Щелк его. Есть. Вот тут подключаем компрессор. Опа. Система наша собрана. Значит, можно, как говорится, вот так вот руками это дело нажимать. Можно, значит, это самое, привязать его на палку, на такую. Вот это хозяйство зажать. Вот и вполне будет нормально, если выиска слишком деревья. Но у меня, в принципе, стремянка есть, я бы из этого обхожусь. Ставим стремянку. Вот такую вот отсюда можно все достать. Включаем компрессор. Дальнюю сторону надо обработать, а потом ближнюю. Ну, желательно сверху начинать, конечно. Но я так попробую, просто покажу. Продолжение следует... Забивается часто, потому что осадок идет. Вот такую вот идет тряпочку. Беру, типа сеточку, туда вниз сразу. Ну и вот так вот его поместил. Все, осадок. Ну вот так вот. Продолжение следует... Дело, конечно, надо будет делать в безветренную погоду. Ну, если ветер немножко есть, надо спрячь, кажется, цветение и погоду. Вот и вечером обязательно. Потому что днем оно быстро высохнет, а на ночь всегда так хорошо. Вот я как раз аккуратно спел. Всем спасибо за внимание, хорошего урожая. Подписывайтесь на канал, всего хорошего. Удачи, ребята.